здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева постоянные зрители моего канала знают что я провожу прогулки по допотопной москве как быстро летит время у меня очень очень много материала отснятого который ждет своего часа и вот в очередной раз мы провели в этом году в этом сезоне прогулку по шаболовке я открыла свои папки и материал который о боже уже два года у меня в компьютере пролежал и этот фильм я хочу сделать именно под по таким небольшим материалом потому что каждый раз у нас происходит нам инфополе открывает либо какую-то дверь в подвал либо какую-то стену старинную либо палаты старинные либо откроет окно под закопом которого раньше не было видно и таких подарков очень много накапливается я решила что периодически буду выкладывать на своем канале именно такие видео находки не просто какой-то большой исследовательский фильм а именно вот такие видео находки с наших прогулок данном видео речь пойдет о церкви живоначальной троицы на улице шаболовка нам встретился священник этой церкви диакон николай на тот момент 2020 году и он нам рассказал очень и очень много интересного мы заглянули в подвал и узнали много тайн этой церкви и вход в портал на уходим 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 затягивание в порталы энергетическая но красота я рада что их восстановили это красиво большие полноценные окна и здесь не видно глубина подбала здесь не грею там такая глубина да не снимали там трепезная 300 лет это это удалось сохранить а если откроем фотографии древние то мы увидим вот эти камни их конечно латают ну не так как положено но латают вот они вот как вот были так и остались значит они еще извините восемнадцатого века так получается да 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 вообще храму почти 300 лет то есть получается даже не почти а более 300 лет храм он более древний понятно так значит у нас вот это 300 лет это нам сказали служители четко так мы стоим на кладбище и эти дома все на кладбище что это за кладбище было аж уходило аж под вот этот дом да и когда начинали строить вот эти дома то часть костей была обнаружена вот там и потом целитаризованы их перезахоронили но это были годы перестройки некая мягко выражаясь неясность в документах когда что архивы еще не до конца были раскрыты боялись каких-то опасностей и нюансы обнаружить все это благополучно эти кости были перезахоронены а при церкви было вот это здесь кладбище да она туда уходила а здесь вот не знаете здесь не было здесь не могу сказать что здесь было обнаружено да это уже вот советские времена где-то в 70-е на 1 года да это это раньше гаражные к сожалению гаражи остались потому что дома причина пока нет возможности построить но остались вот эти гаражи еще с того периода на них тоже делали под подрыв подрывали тоже там это было кости тоже были да есть мобильные до захоронили да 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 но сам памятники были или как памятников нет памятника видимо видимо сравняли с землей еще раньше еще в тридцать седьмом году ориентировочно когда храм был закрыт была разобрана колокольня был разобран центральный купол полностью до прям вот до закомаров вот этих выступающих было разобрано все и храм был перестроен под декадом культуры и вот в таком плачевном состоянии он стоял до 92-го года в 92-м году храм передали русско-православной церкви и началось возрождение и в 2010 году была отстроена вновь колокольня с центральным куполом и произведен некоторый так скажем по возможности внутренний ремонт потому что внутри тоже было все перестроено и коностас центральный был полностью разобран и развезен разорен и удивительно удалось обнаружить древнюю фотографию архивную с тем как выглядел центральный коностас и вот по этой фотографии уже восстановили коностас и замечательно что удалось восстановить вот эту историческую память а вместе с ней и удалось так скажем придать новое дыхание храму и с ним так сказать возродить внутреннее наполнение храм из него заходишь и нет ощущения того что он был разрушен или перестроен а вот этот древний дух древности в нем все равно присутствует благодаря вот этому чуду обнаружения этих фотографий архивных но сейчас данный на данный момент в храме центральный я забыл сказать надо было начать с того что храм освящен в честь же начальной троицы центральный предел северный предел покорова пресвятую богородицу наскоро будет праздник а южный предел честь святителя николая и примечательно что южный предел свое время освещал святитель филарет московский фамилии дроздов всем наверное вам известно дроздов который сидите в московске который вел известную переписку с пушкиным александром сергеевич вот этот замечательный именитый человек освещал нам вот южный предел связь в честь святителя николая но и помимо него уже более позднее пристройка это трапезная часть храма и подклетный храм в честь всех святых но тоже сейчас вот все одно более-менее у нас восстановилась но не в том конечно первозданном виде в котором был если хотите можно зайти в храм пойдемте вот такой платки нужны нам праздник платки нет можно спасибо она будет просматриваться и не только в архитектуре но и в искусстве в интерьере в экстерьере храма будет наблюдаться патриарда потому что храм все-таки изначально был освещен и сегодня все день служат и наименование всечество и троицы давайте пойдем сначала центральный предел потом посмотрим остальные пределы ну так бедово да 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 далекая экскурсия то есть вот это было в советские времена разрушен барабана не было да да центральный барабан был полностью разобран и здесь были перестройки множественные комнатки были маленькие такие я бы даже сказал клетушки и нашему настоятелю когда он сюда пришел он даже не знал с чего начинать потому что ну очень было много организаций в девяносто втором году здесь было порядка 18 организаций и когда передает храм государства ставит как памятник эти архитектуры на баланс то настоятелю священнику которому вручают окорбление этим восстановление этого храма ему никак не помогают в том чтобы эти организации нашли себе другое место и только если сами руководители этих организаций поймут что храм должен быть храмом и надо искать другое место они уходят а так их на улицу просто да вот как бы получается нет но их не мы соответственно не имеют права настоятель или священник которому отдали храм вот идти требовать но условиям не создают для того чтобы им как-то вот куда-то перейти да в другое помещение тут конечно все зависит не создают проблему получается на пустом месте изначально же они им эти клетки давали да 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 получается такой замкнутый круг сложный сложный замкнутый круг но удалось все эти восемнадцатые организации отсюда попросить и возобновились молитвословия служили молебны сначала были просто а потом вот эта часть она была в виде сцены вот здесь вот стоял между этих центральных столбов центральная была натянута вот центральная занавес здесь была сцена здесь стояли ряды вот иконостаса соответственно не было это был такой централизованный ДК но и самое что здесь ДК там сидели или гораздо менее да это все было в одно время а в одно время да и самое что ужасное здесь были организации которые занимались оккультными практиками это это специально все делали им именно здесь давали как это удивительно но мы по сей день когда разбираем хвост часть храма уже избавляемся от всяких советского эхо в каких-то коробках можно обнаружить эти книжки оккультного содержания ну и так далее а в смысле что это может быть это еще в советское время делали вроде в советское время было запрещено это все да смотрите что конкретно например что за тему вы запрещали да 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 вы знаете я я не старался не улыбляться тем что там понятно было что это все носит абсолютно негативный характер ну просто сам период какой да смотрите где начиная с 76 седьмой год уже здесь были вот эти организации вот потому что как раз в девяносто втором году уже храм настолько раздулся от этих коллективов разных в том числе и ДК и так далее что уже сами они начали между друг другом конфликтовать и тут на их конфликт приходит другое распоряжение от города о передаче храма русской православной церкви вот так такая цифра такая сложная и больная плачевная судьба у этого храма но тем не менее видите на данный момент вот я еще раз повторюсь что концентральный монастаз восстановлен по снимку который был обнаружен архивным и так скажем конечно не сказать что он прям полностью соответствует тем требованиям я имею ввиду то что здесь резьба не до конца позолочена и так далее но и иконопись архивы так скажем что орнабенты и все что наполняет иконостас все сделано по тому древнему снимку а это на каких заводах специально делают это же как нет это все вырезается вручную это резьба резьба по дереву ты что один человек делаешь группам коллектив да ну вот этот коллектив который вырезал резьбу вот это иконостас он делал вот эти киоты для вот этих икон и так далее скажите пожалуйста а вот вниз трапезную можно попасть как-то из этого помещения только с улицы нет можно но оно закрыто то есть в принципе оно есть все понятно хорошо а снимок вот скажите какого года был вот этот дело в том что перед тем как закрывались храмы службы которые закрывали они делали фотографии перед тем как разбирать и так далее ну если вы загляните в историю в 30-х годах да в 30-х годах делали снимки если что-то именитое и видеосъемку перед тем как что-то то есть все фиксировали все должно было быть да ну там драгоценностей было много там же золото было бронент оклады когда советская власть изымала например драгоценные предметы и строят сергиевы лавры то мы можем даже увидеть видеосъемку черно-белую о том как мощи светить Сергий Радонежского вставали и так далее как собирали церковные колоколазы колоколазы а вопрос а где здесь звонится колокольня вот прям над центральным входом вот замешается колокольня да тогда есть конечно вы можете услышать наш колокольный звон регулярно по воскресеньям и двухтонный колокол лет пять назад пожертвовал семь лет назад пожертвовал один именитое человек и так скажем колокольня стала звучать тем самым малиновым звоном да звоном таким тонным давайте пройдем по другим пределы а это как в инфляционном языке да вы знаете да это а это для хава то есть 300 метров вы представляете что она больше какой добрый он что здесь будет 100 лет назад да не знаю не важно главное нам показывают храма Пресвятой Богородицы вот иногда чтобы узнать в честь какого святого или какого праздника или какого события освящен храм или престол храма то смотрим в правую часть после местных 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 праздничных иисусных ну и так далее там пророческий пророческий справа за иконой спасителя обычно располагается икона престола но у нас из-за того что хотелось придать значимости празднику икону в честь которого освящен престол была освящена вот здесь на месте Богородицы хорошо посмотрите вот икона крова Святой Богородицы она находится вот здесь в местном ряду это вот такая особенность конечно расположение икон в иконостасе никак не регламентируется есть просто устоявшаяся традиция каноническая самой иконописи самой резьбы самого исполнения иконостаса но размещение икон оно не носит какой-то дикматизированный или какой-то строго канонический характер поэтому иногда икона местная оказывается из этой стороны тоже икона через которую освящен престол находится справа сразу рядом с иконой спасителя то есть святитель Николай мы его наблюдали здесь здесь такая выбрана такого теплого оттенка резьба с несложным орнаментом для того чтобы максимально взор человека когда он молится на богослужении был сосредоточен на иконах потому что все-таки обилие резьбы ажурности она иногда может отвлекать во время службы но также прошу обратить ваше внимание недавно совсем недавно год назад наверно были незакончены росписи фрески вот этого предела фрески тоже выполнены в прекрасном московском стиле гармонично сочетаются с иконописью и вообще с внутренним убранством храма да да справа икона там какой-то шарик что за шарик смотрите и слева слева тоже это изображение архангелов архангелов которые держат сферу шар это прежде всего сфера это что такое это вечность то есть это геометрический предмет в котором нет ни начала ни конца это круг это вечность это сфера и как изобразить бога который которого как ангелы который всегда так скажем не то что на себе несут а рассказывают людям если мы вспомним священное писание то ангелы это прежде всего вестник вестник благое вестник о боге вестник бога и как изобразить бога в руках ангелы конечно в виде сферы но не простой сферы потому что если мы подойдем поближе мы увидим с вами надписи Иисус Христос то есть сфера символизирует собой и триодологию в догматическом плане триединого бога и Иисуса Христа который воплотился которого и проповедовали и о котором возвещали ангелы на протяжении истории Ветхого Завета и даже когда мы откроем книгу Евангелие например Евангелие от Луки то мы видим как ангелы несут благую весть Богородицы и вот он как бы символически держит эту весть у себя в руках так это весть или Бог все таки это символ и вести и Бога это такой сложный иконописный прием это когда установилась вот вот именно такой прием в какое время примерно знаете это сложно сказать здесь надо хорошо знать иконографию ее исторические потому что на старых стенах монастырей деревня где-то разрушены там немножко другой стиль там святые они больше похожи на современных ну в смысле просто на людей здесь все таки они вот стилизованные и руки стилизованные то есть они не совсем как бы люди а там они больше похожи на людей вот там считается что это 18 век это уже вот как бы 19 век нет нет дело в том что иконописи данного вообще иконописи в нашем храме она носит оттенок рублевский это 15 16 век даниил черный и так далее то есть вот ближе к византии вот например икона трех святителей она прям очень относит нас к византийской стилистике такие более строгие образ более четкие контуры меньше плавных переходов такая острота взглядов и так далее а вы вот эти вот то что равносторонние креста они вроде не христианские это вы как объясните нет дело в том что здесь изображены святители еще до разделения церквей до великой схизмы 1054 года и тогда символ тогда крест вообще был и поэтому и облачение великих святителей четвертого века тире пятого века они могли быть с разными крестами с разным орнаментом в виде креста вон там другие кресты на фресках посмотрите какие ажурные здесь более строгие греческие такие так скажем твердые которые вообще каждая икона каждый орнамент он в любом случае несет какую-то символическую нагрузку если смотреть на икону в каком-то догматическом плане вероучительном если смотреть на резьбу то например если смотрим на резьбу то мы здесь с вами видим ветви какого к чему нас относят к древу познания к виноградной лозе потому что Христос в Евангелии говорит я есмь лоза которую преподаю вам то есть вы вспоминаете да в священном царе и все это относится к символике винограда так далее то есть каждая часть иконостаса храма она несет свой определенный задумку духовную там ну и так далее благодарю вы представитесь да я совсем извините я сразу не представился меня зовут дьякон Николай или отец Николай я штатный клирик этого храма буду рад вас видеть у нас на богослужении всегда буду рад вас видеть с вами пообщаться если вдруг кто-то из вас придет и что-то захочет еще узнать о храме или о вас или например там в воскресной школе и так далее спасибо а трапезную можно еще посмотреть или нельзя знаете лучше нет не получится знаете лучше там обитает настоятель а все в другой раз там летают начальники лучше туда благодарна служителю Николаю за такой экскурс ну конечно у меня как у альтернативщика да и у нашей группы осталось очень много вопросов даже может быть добавилось вопросов к этому храму ну например само купольное четырехгранное перекрытие этих храмов они характерны не только для 16 века но и более ранних построек построек Ивана третьего например так что изначально когда этот был храм построен вот само начало плюс под клет под ним который в общем-то я еще не изучила посмотреть какие там перекрытия какого времени из какого камня он сделан вот это тоже очень большой вопрос так что это строение может быть еще более древнее изначально нежели даже вот 17 век как по официальной истории плюс конечно интересная переписка Филарета с Пушкиным там тоже надо это изучить и вопрос по кладбищу который у которого не было памятников которые просто разровняли что это за кладбище кто там был похоронен так много костей то есть было кладбище одно при церкви и получается было кладбище которое за церковь то есть огромное на котором уже стоят современные дома в 70-х годах они не знают ничего про это кладбище что это такое кто там захоронен на какой глубине это было под глиной ли это все находится если там не было скажем так гробов или памятников то что это за захоронение что это за кости может быть они потопные вопросы остаются но и какие-то загадки потихонечку по крупицам раскрываются благодарю за внимание с вами была Галина Конышева подписывайтесь на все мои каналы благодарю всех кто поддерживает мой канал до новых встреч 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 до новых встреч